Советник президента по вопросам интернета Герман Клименко на конференции «Интернет после глобальности» заявил, что компанию Microsoft могут просто попросить покинуть Россию. Клименко был одним из спикеров круглого стола от Роскомнадзора до Роскомсвободы, стейкхолдеры, интернета о границах и фрагментации, который прошел вечером в понедельник, 28 мая, следует из программы конференции. В своем выступлении Герман Клименко отметил, что в России все хорошо с программистами и впервые не стыдно за индустрию. Также было сказано, что там, где начинается стык железа и программного обеспечения, все плохо. Хотелось бы также процитировать Германа с одним из его тезисов. «Я надеюсь, что мы сможем гордиться теми проектами, где мы сейчас действительно хороши, в искусственном интеллекте, нейронных сетях и так далее. Понятно, что в современном фрагментационном мире, когда Касперского просят покинуть Америку, а мы, скорее всего, попросим покинуть Майкрософт, за этим занятно будет наблюдать», — сказал Клименко, вызов ответные реплики из зала. «У каждого есть, кого изгнать», — добавил спикер. Представитель Майкрософта никак не прокомментировал это заявление. В сентябре прошлого года Американское Министерство внутренней безопасности распорядилось, чтобы все государственные учреждения США в течение трех месяцев перестали использовать продукты лаборатории Касперского. Предполагается, что данное программное обеспечение может быть использовано российскими спецслужбами, чтобы получить доступ к правительственным документам. Российская страна заявила, что обвинение США не обосновано. По состоянию на текущий момент в России госорганам не запрещено закупать решения Майкрософт и других зарубежных компаний. Однако органы власти должны закупать в приоритетном порядке, если не доказано, что в отечественном аналоге нет продукты, включенные в единый реестр отечественного программного обеспечения. На данный момент в реестр включено более 4,5 тысяч программ. Ранее эксперты уже отмечали, что Майкрософт понесет миллиардные убытки из-за ограничений на покупку ее программного обеспечения, попавшими под санкции российскими компаниями. Еще было отмечено, что российский софт способен полностью заменить продукты американской компании. Мы будем следить за развитием событий. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч. До скорых встреч.